весна пришла весна друзья я вас с этим удивительным событием поздравляю душа поет и цветет а чтобы выразить душевную радость нам с вами необходимо знать банальные какие-то театральные законные принципы и вы знаете что цветет не только наша душа но и ставропольское село и для того чтобы выразить всю любовь к нашей сельской местности сегодня мы посетим наш выпуск театральной жизни ставропольского села и вот что ждет нас сегодняшней программе обучимся актерскому мастерству у гуру ремесла насколько я как актер подхожу этой программе научимся петь по-старо-мариевски и посмотрим отчетный концерт местного ансамбля поехали и мы в селе старомариевка возможно самое культурное село ставропольского края усилиями этого человека это михаил данилович литвинов михаил литвинов отец основатель единственного в россии домашнего театра главный сельский театрал здравствуйте здравствуйте мы о вас много слышали и в эфире нашего телеканала вас видели неоднократно стажировка в таганке приглашение в амхат лично от ефремова взлет которому так долго шел кульминации личной жизни стал ультиматум который поставила михаилу литвинову его единственная любовь но между девушкой и театром режиссер сделал единственно возможный для него выбор он выбрал театр по-другому бы просто не смог говорит михаил данилович спустя годы михаил данилович мы сегодня хотели бы научиться актерскому мастерству поможете нам в этом помогу но прежде вы посмотрите мой моноспектакль который я посвящаю федору ивановичу кучеву 200 2023 году будет ему 220 лет и моноспектакль называется христос и россия по его политическим и холостовским стихам с удовольствием я присяду не в первый раз кричит петух кричит он живо бодро смело уж месяц на небе потух струя в баспоре да я на моно концерт дорогие зрители длится полчаса состоит из двух десятков стихов которые михаил данилович знает не просто наизусть досконально наизусть и это лишь одно из шести актуальных на сегодня представлений в его сольном исполнении и это в 74 года на михаил занялась всем бы такой феноменальной памяти выдержки и уверенности в сказанном я думаю это актерское мастерство за многие годы сформированы могу ошибаться скажите мне пожалуйста в чем вообще главный секрет актера тот который я могу прямо сейчас вместе с нашими телезрителями постараться применить актерская заразительность правда то есть верить в то что ты делаешь и конечно же свое воображение твоя фантазия без чего актер не может существовать и главное пропустить через душу свою через сердце свое я сейчас предлагаю нашим телезрителям узнать насколько я как актер подхожу этой программе и я не буду читать стихи дорогие друзья просто скажу вам одну мысль в которую я лично искренне верю я работаю на телевидении так давно чуть больше года эту программу мы уже делаем с вами больше шести месяцев и за это время я уверен программа я не местный это наверное самый настоящий самый натуральный продукт из тех которые вы можете встретить сегодня щелкая кнопки на ваших телевизорах михаил данилович я не претендую на лавры актера но я думаю что актерское журналистское мастерство где-то рядом что думаете вы один точь-точь как есть передачи так и это потом потому что и актер без правды и веры без воображением фантазии без актерской отразительности и журналист не может но это лишь начало нашей сегодняшней программы впереди мы как и в этом моноспектакле покажем вам связь поколений от человека богатым опытом до того кто только-только начинает свои первые шаги в мире искусства а искусство у нас на селе а силуэта нашим зрителям уже известно прошлом году мы гостили в старомарьевской школе точнее в местной точке роста этот выпуск вы можете посмотреть на сайте stv24.tv но освежим воспоминания село старомарьевка существует с 1795 года здешняя территория заселялась переселенцами из центральной россии курска и воронежской губерний это важная деталь запомните ее вообще культура в повседневности села занимает сегодня ключевую роль множество взрослых селян работают в ставрополе дети же остаются на попечительстве у педагогов занять ребенка и занять с интересом тут это умеют невзирая на преграды а они были местный дом культуры де юре заработал лишь в 2013 году хотя на деле работает еще с 90-х это здание последняя комсомольская стройка в ставропольском крае и и финиш пришелся как раз на развал союза и вот эти бюрократические трудности о которых мы рассказали только что не преграда реальному творчеству мы в доме культуры который несмотря на трудности которые были связаны в 90-е годы сейчас реально живет бурлит и кипит жизнью и помимо детей которых тут реально много и они занимаются множеством всяких интересных вещей тут еще и молодой педагогический состав я когда увидел педагога по пению искренне удивился друзья вы сейчас поймете почему алина гончарова самый нестандартный сельский педагог для нее расход бензина не преграда для творчества здрасьте привет ростислав петь научите конечно научим по-марьевски садись включайся с нами распевка на такие слога как я ли я я ли я я ли я а а а а а главное не забывай про опору называется пение на опоре все напряжение идет на живот не на плечи и не на связке только на живот поэтому живот напряжен как будто ты пресс качаешь а теперь попробуем так да 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 у нас так в кольже учили лежа и встаешь потихонечку и поешь при этом я ли я ли я а а а а а а а а согласитесь нестандартный педагог и нестандартный подход к педагогике алина николаевна здесь уже пятый год вместе с ней ансамбль от радужка не раз участвовал в конкурсах смотрах смотрах конкурсах ребята становились и лауреатами в общем отрадно смотреть но в чем же секрет успеха так только шлопа там здесь я могу проявить себя и передать свой опыт будущему поколению а что в городе нет возможности город это не то я же сама со станицей и вот это вот сельская жизнь она близка мне и хоть и живу в городе но сюда мне приезжай я приезжаю с большим удовольствием люди вот почему-то не заценили этот вот кайф приезжать в село работать здесь совсем другая атмосфера намного интереснее вот вот это вот связь именно с детьми с их родителями с бабушками с дедушками ну очень такая интересная мне вот это вот нравится здесь мы репетируем дальше нас ждет большая сцена с тысячами зрителей поехали где ж ты был мой черный баран где ж ты был мой черный баран а Поделюсь с вами наблюдением. Пели-то ребята не потому, что надо, а потому, что хотелось. Да, стеснялись и смущались гостей с камерами, но старались и радовались. И мы ведь с вами понимаем, на дворе не середина 20 века, и есть им чем заняться, кроме как пением. В тех же соцсетях посидеть, в компе поиграть. Но нет, эти ребята приходят, стараются и совершенствуются. Почему? Ответит лидер ансамбля. Анастасия Горлова. Голос сельской юности. Знает народные песни лучше, чем тренды в соцсетях. Мне хочется сидеть целыми днями дома, и нужен какой-то отдых, можно это так назвать. То, что тебе интересно. У меня были такие книжечки детские, и там немножечко было о славянской мифологии. И мне было это очень интересно рассматривать, всех этих существ, читать народные сказки. И я поняла, что душа лежит больше к фольклору. У меня интересная история, быт, культура Древней Руси. И я начала ходить сюда. Все понравилось. И до сих пор здесь занимаюсь. И тут важно вспомнить то, о чем я рассказывал раньше. Старомаревка заселялась русичами из центральных губерний. И вот этот шлейф истории ребята и их педагог Алина Николаевна своими руками протянули в современность. Орнамент, что вы видите на экранах, он именно из тех мест. Лекала тоже Алина Николаевна подбирала, опираясь на исторические документы Курской и Воронежской губерний. Ну а шили костюмы по традиции родители. Вот такое коллективное творчество во имя аутентичности. Ну круто же. Культура, она не такая, как в городе. Она не такая шумная. Она очень спокойная и даже какая-то уютная. Даже обычное поле у нас есть и полевые цветы. Это же не оживленный город. И там ты чувствуешь себя спокойным. С чем мы не можем не согласиться. Но ломать детскую психику своим, откровенно говоря, невыдающимся вокалом я не решился. Да и вас, дорогие зрители, побережем. Без песни часушки не отпустим. Есть ли что-то посвященное Старомаревке? Есть у нас самая посвященная песня с этой Старомаревке «Частушки». Поехали. В Старомаревке, ребята, очень весело живем. Вас к нам в гости приглашаем, мы частушки пропоем. Мы ждем вас в гости в новом выпуске программы «Я не местный через неделю». Всем пока-пока, друзья. В Старомаревке у нас солнечная станция. Может, больше не придет к нам за свет квитанция. Эх! Оп! И ха-ха! Все! Браво! Молодцы! Я не успела! Браво! Браво! Молодцы! Я не успела! Молодцы! 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 Продолжение следует...